Практическая психология Иногда бывает, нужно порефлексировать, подумать, посмаковать то или иное произведение. Вот вы выбрали себе такую профессию, где обязательно нужно думать, чувствовать и рассказывать, доносить какую-то информацию до наших с вами зрителей. Как часто в вашей жизни такое бывает, что вы столкнулись с тем или иным произведением искусства и вдруг понимаете, что это ответ на ваши вопросы или на ваши запросы? На самом деле это же происходит постоянно. При том, что ты никогда не знаешь, никогда не можешь быть готов к тому, что получишь ответ через какие-то книги, спектакли, современную хореографию или фильм. Оно просто приходит, происходит с тобой, и ты понимаешь, что да, вот это именно то, что тебе сейчас надо было услышать, то, что ты как бы не мог понять, и вдруг какие-то подсказки падают с неба. А вот бывает так, что вы начинаете объяснять людям, с которыми общаетесь, говорить не своим вот таким простым человеческим языком, а словами какой-то, не знаю, героини, какими-то прямо фразами, формами, и человек говорит, о, вот это как раз ответ на мой вопрос. Знаете, на самом деле у артистов, мне кажется, это вообще такая немножко профдеформация, да, когда в какой-то момент времени они начинают говорить репликами своих персонажей или своих спектаклей. Но так как получается, что я фактически постоянно присутствую там на тех или иных репетициях или часто смотрю одни и те же наши спектакли, то ты их, естественно, знаешь наизусть, и в какой-то момент, в какую-то жизненную, совершенно бытовую ситуацию у тебя всплывает какая-то реплика там одного чеховского персонажа или там Белевина или еще кого-то. И ты даже не всегда можешь вспомнить, откуда, 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 и вот это так тебя мучает, пока ты не найдешь ответ, да, потом вспоминаешь, все, встала. И понятно, почему эта фраза сюда, как вот кусочек пазла, встала, но при этом я не помню за собой такого, чтобы вот моя цитата из спектакля, да, стала ответом, потому что все-таки, ну, это такое жизненное общение, да, но сам спектакль или книга или фильм, они напрямую попадают в сердце. Да, да, в сердце. Хорошо. Юля, вот в театре на Спасской, правильно, да, я правильно называю, есть такой прямо вкусный очень проект, называется он? Монологи. Монологи, да. Проект исполнился в ноябре этого года, да, первый год, то есть мы его запустили осенью 20-го, раз в неделю по вторникам на малой сцене театра, мы читаем ту или иную монопьесу. И понятно, что в формате большой сцены, да, моноспектакли не всегда могут попадать в зрителя так, как они попадают в камерном пространстве, да, когда артист на расстоянии вытянутые руки, когда глаза в глаза. И монологи, это же всегда какая-то предельная ситуация, такая пограничная, когда человек, да, начинает что-то о себе рассказывать. И это очень сложный жанр для драматурга, очень сложный жанр для артиста, но при этом он очень сильный. То есть это такая, получается, так или иначе, исповедь, да, при которой присутствуют зрители. И сложилась уже своеобразная комьюнити вокруг этого проекта, люди ждут ли, люди приходят на новые читки. И при том, что мы как раз в этом году подумали, что нужно немножко расширить формат. И вот читка плюс гость нам показалось, что очень удачная идея. Потому что иногда мы хотим поговорить не только о драматургии, не только о современном театре, да, после этих читок, а о том, о чем пьеса, какие темы она затрагивает, что она в нас вскрывает. И мне кажется, это такая перспективная. Вообще я была у вас на моно-спектакле «Республика». Да. Очень понравилась. До сих пор я прямо даже рассказываю своим знакомым. И была со старшим сыном. И для меня было открытие про то время, про то событие, хотя я в то время жила, да, но где-то это там прошло мимо меня, да. И здесь я увидела совсем другую историю своей страны и другую историю своих людей, да, живущих в этой стране. Мне очень понравилось, поэтому я с удовольствием откликнулась на ваш проект. Давай мы немножко приоткроем, да, такую тайну, что у нас 14 декабря будем читать пьесу, как она называется? А подлинная история «Фрокенхильдурбок. Ровесница века» Олега Михайлова. Да, автор российский, но история совсем не российская. Да, то есть Олег Михайлов, он на самом деле, ну, то есть мы говорим, что он российский драматург, я бы сказала, русскоязычный драматург, потому что он живет в Харькове, но понятно, что как все талантливые люди, такой человек мира, да. И он берет, это частый прием в драматургии, но Олег очень классно с ним работает, он берет известного персонажа, это дома мучительницу Фрэкенбок, которая с Карлсоном и малышом баловалась плюшками, да, и придумывает ей какую-то совершенно не мультяшную, а совершенно настоящую, во многом трагическую судьбу, и она сама рассказывает, как бы, свою вот эту историю. Пьесу эту читает, мы ее, именно этой пьесой открыли проект «Монологи», и вот уже, получается, второй год этот текст совершенно замечательный читает заслуженная актриса России Татьяна Махнёва. То есть даже просто на нее прийти, посмотреть и послушать, это уже одно удовольствие. Поняла. А что же у нас происходит? Немного мы с вами, потому что, видите, программа «Практическая психология», и психология, на самом деле, я всегда говорю, и не устану повторять, что она везде, да. Пришли ли мы в театр и слушаем вот эту самую читку, просто мы с вами общаемся с коллегами, там тоже психология, приходим мы в семью, и там тоже в чистом виде законной психологии работают. Вот, чтобы зритель пришел, послушал, то, во-первых, конечно же, внутреннее такое, да, должно быть желание, мотив, я почему-то хочу именно сюда прийти, почему-то именно вот такую форму общения я сейчас выбираю, да, она ведь очень такая интимная, я бы сказала, один на один. Да. Плюс ко всему вот эта камерность, да, это погружение в какой-то свой внутренний мир, да, через человека, который тебе что-то рассказывает мимоходом или, наоборот, не мимоходом, а глаза в глаза, и вдруг всплывают совсем другие внутренние процессы. Вот ты больше любишь большой зал или вот эта камерность, вот эти состояния? Это же совершенно разные истории, с одной стороны, да, а с другой стороны, на самом деле не имеет значения большая сцена, малая сцена. Если это сильная пьеса, если это сильные артисты, если это, опять же, совпало, это может быть, иногда же бывает, ты приходишь на совершенно рядовой какой-то спектакль, да, который ничего тебе не обещает, но вдруг что-то так совпадает, что тебе кажется, что... Резонирует, да. Это от очень многих факторов зависит. И, например, то есть ту же историю «Фрёкенбок» я слушала, ну, много раз, естественно, потому что я веду обсуждения со зрителями после этих читок. И на последней читке, это же, зрители это отмечают, и это действительно так работает, когда тебе рассказывают эту историю, какие-то процессы начинают происходить внутри тебя. То есть это какая-то параллельная жизнь. Я вспомнила, как совсем недавно, буквально там, может быть, месяц назад, я, естественно, не намерена, но случайно довела свою бабушку пожилую до слёз, когда вот во время визита, и ты начинаешь спрашивать, ну, почему же нам не всегда хватает терпения, да, почему мы в какой-то момент выходим из себя и где-то можем расстроить другого человека, причём близкого, родного, любимого человека, ну, расстраиваем, да. И каждый в момент какой-то читки может, ну, что-то совершенно своё ведь всплыть, да. Увидеть, да, прочувствовать, прожить. Замечательно. Вот тогда вернёмся, вот как раз, да, точнее, продолжим к тем вопросам, которые поднимает вот эта самая пьеса. История пожилой женщины. Вообще в жизни, в психологии, вот как правильно ты сказала, бывают такие ситуации, события, когда люди родные и близкие, а мы, да, в суете, в каких-то своих собственных ритмах, в каких-то своих собственных процессах как бы не хотим замечать вот это одиночество, да, одиночество стариков, их какие-то, может быть, такие душевные потребности, потому что вроде бы, ну, как бы, сытый, в чистоте, в порядке, здоровый, ну, что тебе ещё нужно, да? Да, да, да. Это же вопрос в том числе про настроиться на другого, да, то есть в общении с какими-то определёнными... То есть я не скажу, что это именно про твоих родных или про возрастных людей, но мы должны прежде всего думать не о себе, а о том человеке, с которым мы общаемся, о его потребностях, и даже не эмпатия, а просто на секундочку затормозить ритм общения, чтобы не сбить, чтобы человек мог иногда просто сказать, что ему важно, да, иногда что-то... Ну, даже это... Как бы понятно, что не всегда человек скажет прямо там, да, что я хочу, мы же не умеем, опять же, обращаться за помощью, да, как-то просить, но... Особенно пожилое поколение. Да. Если сейчас мы молодых этому учим, да? И мне действительно кажется, что это важное умение, которое... Причём, это же удивительно, мы их не из книг, не из спектаклей, этого почти нет в литературе, ну, то есть, может быть, в совсем новой какой-то, да, там, драматургии, но по большому счёту все образцы, которые в великой классической литературе, театре, это терпеть, это тащить самому, это герой-одиночка. Я сегодня думала, боже, на чём мы росли? То есть, это прекрасная литература, безусловно, да, но она нас учится совершенно каким-то... Всё время героизм и жертвование. Да, 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 абсолютно. Даже какие-то подростковые книги, я очень много, например, Жюль Верна читала, да, то есть, покорить вершину, покорить Северный полюс, ну, то есть, всё на каком-то пределе. А оказывается, иногда... Можно просто расслабиться, выдохнуть. Можно расслабиться, если тебе нужна какая-то помощь и поддержка. И запросить. Да, и это абсолютно не стыдно, и это нормально. А мы этого не умеем, и уж тем более не умеет старшее поколение. Согласна с тобой, Юля. Мало того, я вот всегда студентам говорю, да, что вообще запрашивать помощь, если я понимаю, что я сама не справляюсь, это про взрослость. А нам-то как говорили, да, ну, ты же не ребёнок, чего ты просишь помощи? Да, да. Вот ребёнок, на самом деле ребёнок, этот инфантил, да, он может и не попросить, он будет бояться, он будет, да. А вот взрослый человек, он понимает, оценивает всё и говорит, да, мне нужна помощь вот этого специалиста, мне нужна там твоя помощь, да, и твоя. И это, ну, как бы это так-то про здоровье, прежде всего. Да, действительно, пожилое поколение не запрашивает очень часто. И очень часто с возрастом люди, что они, да, получается, что они, мир сужается. И мир этот сужается на уровне любимой кошки, может быть, там, да, внуков, которые, если дай бог, вспомнят о тебе, там, детей и тебя самого. Вот у героини нашей пьесы, у неё была очень интересная жизнь. Что ей выпало на этом жизненном пути? Ей выпало такое количество событий, которые, понятно, что это придуманная героиня, но драматург очень классно закручивает. То есть она родилась в 1900 году, её первая любовь, ну, как бы юношеская, подростковая, пришлась на Первую мировую, она пережила Вторую мировую, и голод, и все катаклизмы. И, естественно, как, ну, Швеция, место действия, да, Швеция, это Европа, вся Европа под гнётом фашистов была, да, и это тоже не могло коснуться. Она, один из очень сильных моментов в пьесе, когда она говорит, сейчас-то об этом не принято говорить, да, а вот эти людоедские законы, они были, и это про, в том числе, про сегрегацию людей, про разделение на таких-таких здоровых не очень. Это то, что созвучно и нам сегодня, да, при том, что, например, это очень классное свойство настоящей хорошей драматургии, которая, например, пять лет назад эта пьеса была... Это было не так актуально. Об одном, нет, она даже... Об одном. То есть тогда выходили на первый план какие-то другие вещи, да, сейчас мы понимаем, что... То есть она во времени каждый раз откликается с чем-то, потому что невероятно цельный и богатый мир создаёт Олег Михайлов. Есть, например, там история, а она бесконечно рассказывает какие-то мелкие-мелкие-мелкие-мелкие подробности, и в том числе рассказывает, как люди объединились, чтобы спасти какие-то там столетние деревья, и им не хотелось, чтобы этот парк вырубали, да, и это про экологию, защиту и активизм, да, то есть там под спудную очень много тем. И, может быть, пройдёт пандемия, пройдут вот сегодняшние времена, когда на повестке мы говорим, да, о том, что можно ли с запретом что-то... Контролировать, что-то достичь, да, или нет. И какие-то другие темы всплывут и будут... Тоже актуальны. Да, ведущими в этом тексте. Так что ей выпало очень много пережить, но в конце концов действительно её мир схлопнулся до размеров её дома, до размеров той маленькой телестудии, которую для неё придумал муж, и в которую... Ну, то есть они ещё до того, как муж ушёл, они сами себе какую-то выдуманную, абсолютно придуманную реальность сделали, но это им помогло выжить, продержаться и как-то беречь друг друга. Тоже, это же и про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да, встретить такого партнёра в жизни, с которым ты до глубокой старости прошла, и тебе было интересно и увлекательно, да? Безусловно, при том, что очень классно, что эта фракенбок, она рассказывает про своего первого мужчину, про первые отношения, потом ещё про какие-то, когда у неё была возможность построить личную жизнь и сделать её. А у неё, то есть мы по пьесе понимаем, что, в общем, это был довольно поздний брак, поздний, очень счастливый такой, зрелый, да. И как это здорово! Да-да-да! Иногда бывает! То есть она не стала цепляться за первого, у которого была своя семья, да, не стала цепляться за второго. Опять, ну, то есть у неё всё время какие-то... Были поводы... ...перспективы отношений с женатыми мужчинами, да, и она не пошла ни туда, ни туда, а всё-таки дождалась, выбрала и остаток своих дней провела вот с мужчиной. Вот в этом и прелесть искусства, когда ты можешь слушать, читать, смотреть, да, проживать и находить те созвучные прямо тематики, которые, да, так или иначе перекликаются, опять-таки, с хитросплетениями нашей с вами души, да. Недаром у нас сегодня именно такое название. Мало того, мы же с тобой знаем её как домомучительницу, домоуправительницу очаровательного аутичного мальчика. Да, тема особенных детей, тема детей, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями здоровья, хотя они, на самом деле, не такие ограниченные, да, она тоже поднимается драматургом в пьесе и поднимается очень тактично. То есть мы сегодня учимся ещё в процессе, ещё не научились, и нам ещё далеко об этом, принятию, пониманию, открытию для себя людей с другим восприятием мира, да, с какими-то особенностями. Это то, о чём говорит общество в последние там годы, да. Но только пока ещё говорит, и очень мало инструментов, на самом деле, да, которые мы можем использовать в жизни, и очень мало готовности даже родителей, вот детей, да, которые, условно, здоровые, да, чтобы вот дети с особенностями стали частью нашей с вами жизни. Безусловно, но это же, да, вопрос и просвещения, и элементарных знаний, потому что иногда кажется, что какое-то варварство, но до сих пор и средневековые какие-то представления о жизни присутствуют, да, потому что вот сколько не так давно проходили новости, что родители, в общем-то, здоровых детей выгнали с детской площадки ребёнка с ВИЧ-статусом, да, хотя понятно, что никаким образом заразиться на детской площадке этим невозможно, и мама этого ребёнка должна была отстаивать как-то свои права, свои интересы, хотя я понимаю, с какой горечью и болью она в этот момент столкнулась, да, когда вроде взрослым людям, у которых есть возможность получить любую информацию в наш век современных технологий, но они предпочитают просто уйти в агрессию и так далее, да, а героиня вот нашей пьесы, она, по сути, не было возможности получить знаний, не было интернета, не было даже книг и специализированной литературы, да, но интуитивно на каком-то уровне глубоком, личностном она умела найти подход к этим детям, и мы узнаём историю нескольких её маленьких пациентов, которым кому-то она смогла помочь, кому-то не смогла, потому что понятно, что там в середине 20 века и так далее с помощью детям с особенностями было тяжело. Намного тяжелее, чем сейчас, потому что сейчас у нас есть и коррекционные программы, и есть действительно, да, много специалистов, которые готовы помогать этим детям. А из текста мы узнаём, ну, как узнаём, то есть, конечно, для нас это не открытие, но иногда очень важно что-то освежить, да, про карательную психиатрию, которая тогда была... Вообще про медицину того времени. Да, да, когда, то есть, если ребёнок особенный, если что-то не так, если там кошмары, какие-то отклонения, то единственный путь был, это психиатрическая клиника. Вот. И кто оказался в этой психиатрической клинике в данный момент? Там получается, что оказывается и её сестра родная, которую, причём это и про чувство вины, когда каждый у нас шаг неизвестно, чем обернётся. Она хотела сестре помочь, сестра в итоге оказалась в больнице, и вся судьба её была, в общем, под откос, да, опущена, что называется. Предрешена, да. Вот. И часть из тех детей, то есть она хотела им помочь, как раз мучимая часть чувством вины за сестру, и она понимала, что если общество узнает их состояние, их диагноз, она рассказывает, например, про одну из своих маленьких, ну, как пациенток, воспитанниц, да, у которой папа был главный врач больницы, и который скрывал диагноз своего ребёнка и держал её на препаратах, чтобы поддерживать нормальное состояние, пока в какой-то момент девочка не выросла, не влюбилась, и не стала отказываться от еды и, соответственно, от таблеток. Наступило резкое ухудшение и кончилось всё, в общем, той же психиатрической клиникой. Тоже такая, да, жизненная история, и мы с такими историями не только в Швеции сталкиваемся. Одиночество, принятие процесса старения, также отношения между мужчиной и женщиной, отношения к детям с особенностями. Вот смотри, только часть того, да, что поднимается и рассказывается в этой пьесе. У тебя есть такие ощущения, что даже ещё и ещё раз, послушав эту читку заново, ты каждый раз открываешь что-то новое для себя? Ну да, это... Ну, я не скажу, то есть иногда же бывает процесс замыливания, да, то есть когда ты... Зрителю, он всегда приходит, конечно, приходит и два раза, на наши читки и три раза, когда это в тебя действительно сильно попадает. Но очень часто и очень много, то есть бесконечно копаться в одном тексте нет никакой возможности, да, и необходимости, хотя, конечно, мы часто и книги какие-то любимые перечитываем, да, и поэтому в том числе мы всё время ищем новая пьеса и новые тексты в этот проект. Угу. Сколько вообще сейчас текстов участвует в этом проекте? У нас число постоянно, ну, как бы меняется, 4, 5, есть несколько на перспективу, которые в новом году можно будет услышать. И понятно, что они все очень разные, то есть, например, «Фрэккенбок», она действительно очень человечная. Олег Михайлов, драматург, который умеет сказать... Текст небольшой, да, по объёму, но очень много сказать, и у него со многими пьесами так, она может быть короткая, но совершенно какая-то грандиозная. Есть у нас тексты, которые более социальные, более актуальные, более дерзкие по форме, да, которые, ну, как бы спорные, интересно обсудить именно, ну, как бы вопросы театра, современного искусства, да. То есть мы каждый раз ищем разные тексты, чтобы можно было бы говорить о том, о том, о том, о том. Но именно «Фрэккенбок», почему и возникла идея пригласить вас, как психолога, в качестве гостя на обсуждение ближайшей читки, потому что именно этот текст хочется обсудить вот с человеческих отношений, с точки зрения... С точки зрения психологии даже, да, и души. Отлично. Мы напоминаем, что 14 декабря будет читка пьесы «Подлинная история Фрэкен Хильбург. Бог». Да, «Ровесница века», да, примерно это так звучит. И я там тоже буду с вами вместе смотреть, слушать и потом обсуждать, так что обязательно приходите. Но мне еще, Юля, очень интересно. Во-первых, спасибо, конечно, за приглашение, с удовольствием буду с вами, буду частью этого проекта. Что вы сейчас читаете? Чем наслаждаетесь сейчас? Какие фильмы любите смотреть? Что порекомендуете нашим слушателям? Я только что закончила, дочитала книгу «Марии Степновой. Сад». Это победитель большой книги в этом году. Про что? Прямо вот как-то вот... Тоже про детей, которые выбиваются из общего, да. При том, что когда читаешь аннотацию, у тебя какое-то, ну, как бы, такое представление, да, что вот, наверное, это будет такая книга. Она как-то взрывает и выламывается из того, что из твоих ожиданий оказывается богаче, шире. Я прочитала буквально не отрываясь, хотя я её взяла давно, но у нас то премьера, то лаборатория, то проект, проект она лежала. И я её прочитала запоем, не останавливаясь буквально вот когда, знаете, как в детстве, под одеялом. А-а-а, ночью, что буду читать. Рекомендуете ночью, да? Да, мне кажется, она... При том, что, да, есть ощущение, что когда ты читаешь книгу, что ты ещё не раз вернёшься, что ты перечитаешь, что это точно твоё, ты покупаешь её домой. С этой книгой я не скажу, что произошло вот такое, да, но прочитать, безусловно, по крайней мере, один раз точно стоит. При том, что в каком-то ритме существования, там, театр, университет, не всегда успеваешь читать всё, что хочешь. Но я в этом году начала в ежедневник выписывать те книги, которые обязательно надо прочитать. Просто по ощущениям, по какой-то информации, по рецензиям ты понимаешь, что они в тебя попадут. А я вообще взяла такой для себя тоже уже год. Я каждый раз перед сном оставляю полчаса, чтобы почитать свои книги. Да, да. Прямо то, что у тебя по плану. А я же, в принципе, то есть, получается, читаю очень много драматургии, а у большинства людей нет со школы какое-то отвращение к чтению пьес, да? Ну, то есть, что значит слева, кто сказал, справа что сказал, как это вообще можно читать. Сказать, что можно читать. Это не литература, да-да-да. А я в этом году, меня пригласили в экспертный совет конкурса «Драматургия. Маленькая ремарка». И вот очередную порцию пьес, которые прислали на конкурс, мне надо прочитать до 10 декабря, кроме того, что мы постоянно читаем пьесы для наших лабораторий и для монологов. Как это увлекательно. Да, это интересно, потому что ты находишься как бы внутри этого процесса. И что пишут, как пишут, о чём пишут, это тоже какой-то срез общественных настроений, того, что волнует. Да, такое внутреннее следование ваше, да? Да. А что смотрите ещё у нас прямо? 30 секунд. «Дюну» я посмотрела с огромным удовольствием. И последнее, на что сходила. И ещё идёт сейчас последняя дуэль. Не знаю, выберусь или нет, но очень огромный интерес к этому фильму Ридли Скотта. Отлично. Спасибо большое. Сегодня в программе «Практическая психология» у меня в гостях была Юлия Ионуша. Это спасибо большое и до новых встреч. До встречи. Практическая психология